Дети 90-х при исполнены идеями трушности и серьезного отношения к блэк-металлической культуре, и многие формации из этого поколения уже доказали свою состоятельность. А вот зумеры искренне рады мемасикам с Дэдом и Евронимусом. Им пока не хватает умений и мозгов сделать свои мощные банды. Но между этими возрастными группами есть миллениалы, о которых мало говорят, но именно в их руках куёса сейчас будущее черной металлической сцены. Так давайте же заглянем на территорию три единой не святой Руси и посмотрим, кто же сейчас отвоевывает свои позиции на БМ-сцене и несет знамя черного искусства вперед. И шалом, мои маленькие любители сатаны! Меня зовут Дэдс, здесь мы говорим про андеграунд и не только... А начнем мы с объединения Вильямон Рекорд, сменившая до этого два названия – Трусвард и Массингард. Начало свой путь оно в 2020 году, в первую очередь включающую в себя творцов с общими идеалами и верой. А под верой мальчишки подразумевает именно языческую славянскую традицию. Не в том плане, что традиция как архаичная тупиковая ветвь развития, а именно возвращение к истокам, когда люди были сильны духом, устремлялись к здоровому образу жизни и чистоте своих помыслов. Вот так ребятишки комментируют свою деятельность. Изначально у нас не было четкой цели. Мы просто хотели продвигать ту музыку и то мировоззрение, которое исповедуем сами. За этим не лежало и не лежит ничего, кроме искренней любви к черному металлу и народным традициям. По своей сути, мальчишки создали объединение из нескольких групп, играющих языческий блэк металл, основатели которых и стоят во главе объединения. Среди бигбоссов данного лейбла восседают такие группы, как Паган Лорд. И Гнев Перуна. Эти проекты преисполнены мифами о золотом веке человечества и исхода из гипербореи до глубинных идей Юнгера и Ницше. По сей день беспрецедентными столпами творческого вдохновения остаются ранние работы Enslaved, Lunar Poetry, Nocturnal Mortum и первые три альбома Ulver. Их общая вера в то, что они делают, охватывает необъятные расстояния. На данный момент география лейбла простирается от Нидерландов до Владивостока, где они издают и поддерживают коллективы с общими ценностями и взглядами. Также лейбл очень близко сотрудничает с объединениями Застиной Спаунд и Dismal Getaways. Объединение Застиной Спаунд – это маленько из другой сказки. Парни не выполняют функции лейбла. Объединение работает по принципу взаимовыручки и помощи друг другу, как большая семья. Это набор разного рода артистов, музыкантов в первую очередь, художников и поэтов, объединенных любовью к темному искусству. Что довольно интересно, на мой взгляд, пацаны тащат друг за друга как технические и организационные вопросы, так и творческие идеи. Эдакое Блэк Металлическое Братство. Застиной Спаунд появилась также в конце 2020 года, когда собрались вместе группы из России и Беларуси. Молгу, Инхориум, Мортфройде и Эпелексити Фанатас. Чуть позже к движению присоединилась группа из Украины Хелветус. Изначально само объединение задумывалось как какое-то общее пространство для Блэк Металлических групп со схожими взглядами и идеями. Так в итоге оно и вышло. Первым шагом стал совместный трек Мортфройде и Эпелексити Фанатас под названием Сатурнус. Но как принято среди музыкантов, некоторые товарищи начали усердно крутить хер в ноздре. И поэтому объединения столкнулись с некоторыми проблемами. Часть коллективов распалась, а часть покинула объединение. Но пацаны не опустили ручонки и продолжили расширять ростер единомышленников и групп. К примеру, участники Инхориум помогли коллективу Эпелексити Фанатас в записи релиза «Туман над Ахироном». Также активным автором сообщества стал Ростислав Акчурин, участник дуэта с Полох и автор многочисленных рецензий. Была основана группа Инхол, о ней я расскажу чуточку подробнее. Идейная группа зародилась на территории Беларуси, но в итоговом составе принимает участие вокалист и поэт из России. На данный момент у группы за плечами два полноформата, где они работают как с блокметалом, так и с данжен синтом. А что касательно идей и лирики группы, то парни говорят следующее. Изначально мы планировали работать с миром Forgotten Realms. Почему именно этот мир? Потому что Толкин, хоть и велик и великолепен в своем проявлении, но он в блэке везде и всюду. Мы решили взять что-то похожее, но практически никем не обыгранное. Так лирично первый и второй альбомы обращаются к лору этого мира. Повествование идет от лица темного эльфа, и пожалуй, все события, которые происходят у нас, они пропущены через призму Forgotten Realms. На третьем же альбоме мы отошли от этой концепции и углубились в оккультизм. Ребятишки издают свои материалы на Dark S Production, небезызвестный лейбл среди ценителей чернухи, и сейчас параллельно с этим они работают с Willimon Records. Также участником застеней Spawn стал Totten Art. Художник-оформитель из Сибири. Он создает логотипы и обложки для BM-альбомов. Причем с довольно индивидуальным и интересным подходом. Вот, зацените сами. Помимо оформительской деятельности, товарищ Totten Art еще привнес застеней свои музыкальные проекты. Autumn No Pagost – это фьюнерал атмосферик блэк метал. Этот проект – отражение культа похоронных обрядов. Название переводится дословно как «Осеннее кладбище». Здесь присутствует тягота к мрачному настроению, переживанию, тоске и скорби. И проект «Вьюга», который появился совсем недавно с альбома «Луна» 2023 года. Это также атмосферик блэк, но только с уклоном в этнику, что подкреплено синтами и аккордеонов, чья музыка рассказывает о природе Сибири, где зима переходит в весну и о цикле вечной жизни природы. Нож Ублюдка Ни музыкального, ни идеологического, ни технического прогресса не наблюдалось. Отыграв более десятка концертов, трио стояло на месте и в итоге распалось. После развала группы «Гитарист Ножа» присоединился к коллективу «Эппелексети Фанатов» в качестве ритм-гитариста. Там он ознакомился с костяком банды, проникся идеями и смыслами застеней в спаун. И благодаря братской любви и поддержке от новых согруппников в 2020 году принимается решение возродить «Нож Ублюдка» в новом составе. После смены состава жанровое разнообразие постепенно начало играть новыми красками. Помимо краста и блэк-металла в музыке стали появляться элементы хардкора, битдауна, металлкора, первой волны нью-металла и трэша. Но фундамент проекта по-прежнему держится на блычине. Тематика текстов полностью соответствует названию группы. В ней затронуты истории разных маньяков, современной истории России, дедовщина, бандитизм и прочие маргинальные проявления жизни стран СНГ. Тексты «Ножа» не являются пропагандой насилия, это отражение жизни и мук, через которые приходится пройти определенным слоям общества. Помимо всего вышесказанного о Застине Спаунд и его проектах, сотрудничестве с разными художниками, группами и лейблами, в 2023 году вышел сборник со всеми активными участниками данного объединения. Парни подходят к делу с умом и порядком, демонстрируя подрастающему поколению, что блэк металл это не только мемы и музыка, это образ жизни, это братство, где каждый понимает друг друга. Будущее блэка в руках именно такой молодежи, которая продолжает свой путь, невзирая на все препятствия. Как говорит мой друг и товарищ граф Гутенберг, блэк металл будет жить до тех пор, пока жив хоть один блэк металлистом. А пока любите металл, любите свою маму и до встречи, мои сладкоежечки!